Ужас какой ты! Ну и что ты делаешь? Я изгоняю нечистую силу, у нас так принято в Германии. Боже мой, пойдем со мной, а с нечистой силой я как-нибудь сама разберусь, хорошо? С удовольствием. Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Добрый вечер! Сегодня у нас три невесты. Соня, Александра и Наталья. А жених у нас Павел. Ну как, нога не болит? Не, не болит. Молодец, хорошая обыча, хорошая примета. Павел, 32 года. Назло изменил своей жене с ее лучшей подругой. В следующих отношениях столкнулся с эффектом бумеранга и был жестоко отмщен. Павел совладелец транспортной компании в Германии. Изучает иностранные языки, собирает старинные монеты и много путешествует. Мечтает стать многодетным отцом. Гордится тем, что умеет слушать. Признается, что питает слабость к женскому нижнему белью. Предупреждает, что привередлив в еде. Павел не обратит внимания на сотрудницу офиса или девушку с консервативными взглядами на интимную жизнь. Женится на стройной образованной болтушке с темными волосами и огненным темпераментом. Я когда читала вашу историю, все время я крутилась эта дурацкая. Я из Германии пришел. Да, вы к нам из Германии пришел. Не, мы прилетели. Да. И цветочки оттуда, наверное. Да, это вам хочу подарить. Ларисочка. Это вам. Спасибо, дорогой мой. Спасибо. Как тебе же нет? Он очень интересный. Я не буду задавать глупые вопросы, что у вас там в Германии своих невест не хватает. Не хватает. Все хотят русских жен и все хотят русских мужей. А вы какой русский? Еврейский? Немецкий? Наполовину, наполовину. Русский-еврейский, скажем так. А сколько вы там уже лет? Я живу там с 99-го года. В каком городе? В городе Ахань, около города Ахан. Это на границе Голландии и Бельгии. Очень красивые места. Приглашаю, кстати, вас. Называется «Будете мимо проезжать?» Проезжайте. Очень странно. Ему 32 года, и он выглядит намного старше. Был вот этот большой роман, который был, по вашим словам, только для секса. И никаких серьезных не собирались строить? Не-не-не, конечно. Сначала, когда мы встретились с ней, познакомились с ней, мы с ней учились в одной школе, ходили в одну школу, учили немецкий язык и так далее, и тому подобное. Когда мы с ней познакомились у нас, мы чисто познакомились для сексуального интереса, то есть нам было очень приятно вдвоем. Это очень по-немецки или очень по-голландски? По-еврейски или по-русски? Вот так у нас, например, трудно себе представить, что встречаются люди для секса. Так и договариваются. Это по-европейски, скажу, если у вас. Да, ужас. Ой, у вас по-европейски, знаете. Ты же сказал, что ты не потерпишь рядом с собой лысого. Ну, я могу уступить своим принципам ради такого красавца. Ну, естественно, нам было хорошо, у меня к ней были чувства, но я в то время не знал, что сначала у нее ко мне были сильные чувства. Я как-то это всегда или не хотел видеть, или... Короче, пока вы мерились, у кого сильнее чувство, она забеременела? Да. Это с тех пор вы волос лишились? Да, обсуждаете, да. После того, как только она вам сообщила, так... Да, не только здесь, но ничего страшного. Нет, она очень умная женщина. Она видит его. Она решила оставить ребенка? Да, да, конечно. Или избавиться по вашему наставлению? Нет, 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 нет. Когда она мне сообщила эту новость, что она беременная, я была в отпуске в России, и, естественно, воспринял, как... Вообще я не хотел, мне было 21 год, какой ребенок. Ну, в общем, да, я с вами согласна. Видишь, он был в командировке, она ему сказала неожиданно, поэтому неожиданный эффект. Он был молодой, ему было 21 год. И когда вы увидели, ребенка было две недели. Да, да. И, конечно, сердце ваше прямо растаяло, и вы поняли, что вы дурак. Да. А что же все-таки так бы произошло? Уже и ребеночек, и вы жили вместе. За что вы ее так? Почему с ее лучшей подругой-то вы? Я смотрю, что по истечению времени она ко мне стала как-то, как, немножко холодновато относиться. Я гулял на дискотеке, там, приходил. И удивлялись, почему она вас, как раньше, с распростертыми объятиями не встречает, горячей яичницей? Меня это задевало, да. А почему она тоже стала... Меня это задевало, да. То есть вам можно по клубам тусить, и в то же время задевало, что она вдруг к вам холодна. Ну, я же парень, я же мужчина, как бы там ни было. Да вы не парень были, вы были сволочь. Ну, нет, ну да, в какой-то степени, да, я согласен с вами, но видите, все равно. Да, а почему именно с подругой? Зачем же вы ее так, чтобы и подругу сразу убрать? Хотел сделать больнее. Я просто знал, что это была как бы ее лучшая подруга, и знал, как бы, на какую кнопочку нажать, чтобы совсем ее... Да, и подругу вы давно хотели, естественно. Другую, естественно, я очень давно хотел. Там такая девочка хорошая до сих пор, кстати. Мало того, у вас ведь вода не задержалась, вы же ей об этом и сказали. Я ей сказал через неделю после этого, я, конечно, сказал, потому что я ей же хотел как-то ее там подкальнуть. Я ей сказал об этом, но я не тот эффект ожидал, мы просто потом расстались. А какого вы ждали эффекта? Что она вам и на этот раз все простит? Да, да, что, может быть, ее отношение ко мне как-нибудь получше, изменится в лучшую сторону, но оказалось не так, мы сразу после этого расстались. Борис, это, наверное, про такие отношения, гарантики заход. Ужас. Конечно, он там, мне кажется, еще гулял, отдыхал, отрывался. А потом вы попали в ситуацию, где уже сами стали жертвой мести. Потом, да, потом какое-то время спустя я познакомился с одной девушкой по интернету, она из Румынии, и с Тиреей встречались, так, иногда встречались. Потом через полтора года, как мы провстречались, она сняла дом на севере Голландии, пригласила меня к ней жить. Но потом, по истечению времени, начал замечать, что какие-то нахожу незнакомые следы, которые не я оставлял в доме, то есть это были или использованы презервативы, там, или кровать вообще-то как-то не так стоит, или вообще подвинут, там, постель что-то, не так абсолютно, как я, например, если... Ну, не мужское же белье находили. Он, наверное, очень влюбчивый, ты знаешь, и очень доверчивый человек, да? Поэтому мы такие, мы не такие. И я говорю, что за дела, знаете? Она такая, ну, туда-сюда, знаете, как-то вертелась, один вечер провертелся, ровный вечер провертелась. А потом она мне сказала, да, у тебя присутствует, когда я зарабатываю деньги так и так. Я говорю, да. Я говорю, докажи мне, что это не просто так. Она мне в интернете показала таминская страница, если это абсолютно облегально в Голландии. Обозлился, наверное, на всех девушек. Потом мы переехали жить в Бельгию. Опять-таки, там недалеко от моего дома сейчас. Вот, но там она вообще, знаете, как-то распоясалась, или как-то сказать, начала приводить просто их в дом. Там я с работы, там прихожу, там она с клиентом. А у вас какие были финансовые взаимоотношения? Как и у всех? То есть идете с любимой девушкой романтический вечер, а потом каждый за свою сосиску платит? Нет, абсолютно, я все так платил, что. Вы платили, да? Да, да, да. Может быть, ей не хватало просто денег? Да нет, почему ей не хватало? Или любительницы? Нет, она любительница очень. Денег хорошо, как, хорошо, шикарно пожить. У меня она классную машину по тем временам купила, знаете. Они вообще за такие деньги, что посудомойщица не покупает такие машины. И как только вы поняли, надо было либо ее перевоспитывать, либо уходить. Вы что выбрали? Я просто ушел. Причем, видишь, говорит, денег хватало, а что тогда ей надо было? Зачем зарабатывать таким образом? Если вы часто бываете в России, были, наверное, уже и с нашими девушками какие-то отношения? Ну, не серьезно, я имею в виду так, на ночь. Вы умеете ухаживать? Я могу ухаживать за женщиной. Если мне девушка не нравится, то я... А как ухаживаете? Цветы, естественно, цветы. Куда-нибудь сходить вместе, побыть вдвоем. Не обязательно там, я имею в виду, побыть в сексуальном смысле. То есть просто куда-нибудь сеть даже... А вы после какого свидания переходите в эту фазу? На первом сразу. Что тянуть-то? Если девушка не будет соглашаться с вами проводить ночь, вы будете продолжать добиваться такую девушку? Да, конечно, тогда как-то интересно. А как долго? Ну как? Как долго? На втором свидании? Да. Ты считаешь, это нормально? Ну, конечно же, нет. Значит, нам с ним не по пути. А вот я по поводу белья хотела поговорить. Да. Значит, это... Вы мне сейчас... Соложняет! Это что, намек вообще-то? А то я сейчас уже расслаблюсь. Так он мне там за кулисами моргал. А он всем моргает, что ли? Да, это тик, наверное. Да нет. А что вы предпочитаете в нижнем белье-то? Что особенного? Так что особенно, чтобы если девушка вышла ко мне, прям, чтобы аж... Что? То есть панталон... Нет, я вообще не панталон. Это же не ваша вода, девушки. У нас зима холодная, понимаете? Ну, это у вас зима холодная. Может быть, вы носите розочка, а вот там и нет. Переодевайся, одевай трусы. Кого хотите, за кем пришли? За брюнеткой. Красивой, симпатичной девчонкой. С желательно, с высшим образованием. И, может быть, которая была бы готова переехать за границу. Ага, легкая на подъем, да? Да, вот, легкая на подъем, спасибо. Легкая на подъем. И желательно, чтобы она знала языки, так как там с этим... А у вас доход в месяц какой в евро? В евро 3,5. 3, что? 3,5 тысячи. Это вот такую красотулью, вот с таким хорошим и приданным, и достоинством. А ты хотела за сколько? Для Европы это нормально. Это очень хорошие деньги для Европы, раз. А и в Европе там другие цены, это два. А во-вторых, мы сейчас продаем девушку, она должна выйти за папика, за жирного, за деньги. Нет, нет. Или за мужчину, работающего, нормально, в среднем. Я во первых, Лариса, отечественного производителя, так на минуточку, я все-таки всероссийская сваха, это раз. Во-вторых, знаю я вас, извините, германцев, вы ко мне очень часто обращаетесь. У вас аппетиты, вот с чего начали? Хочу русскую, чем закончили? Красавица, умница, нам такие самим нужны, как говорится. И более того, у нас женишки были из денежка, знаете какие? Поэтому, Пашенька, мы все-таки хотим жениться, правильно? 32 уже. Достаточно у нас средней, поэтому и жену берем усредненную. А лучшего, чем мне нравятся вот плюсы ваши, иностранцев, особенно германцев, вы возрастных любите. То есть все мои вот эти вот девчонки, которые за 30 с детьми, все даже очень вам подходят. Поэтому я вот вам вот такую, не кабинетесь. Она и в сексе уже все знает, собственно говоря. И на что-то глаза закроет, в общем-то. Поэтому если у нее и дитя и уже за 30, берем. Он теперь уже готовый, комплектованный мужчина, который будет тебя спонсировать, содержать, ты будешь ему детей рожать. Если сегодня вы готовы быть верным. Я готов, я уже опыта достаточно набрался, мне кажется, даже больше, чем у Розы, так что... А поскольку вы пришли на программу... Чего больше у меня? Чуть я. Опыта. Опыта. А вот тещу с собой возьмете за границу? Ваш что ли? Да нет, ну... Тебя он сможет взять и в качестве жены, в принципе. Ты что, прав, что ли? Если у вас... Да. Больше среднего зарплата, почему бы нет? У меня? Да. У меня выше среднего зарплата. Ну все-таки в чем дело? О, ты посмотри. Мне это же нравится. А, да-да-да. Красивый, лысый, импозантный. Лысый, но притягивает солнце. Значит, солнце, Меркурий, Нептун, Уран в знаке Стрельца. Венера, Водолей. Это человек очень свободолюбивый. Это человек, который, в принципе, ему тяжело обращать внимание на желания и потребности другой половины. Это человек, который привык к равноценным партнерским отношениям. Это человек, который оригинален и любит эксперименты в интимной жизни. Женщина должна быть в первую очередь неревнивая. В любом случае можно найти какие-то компромиссы? Может быть, его можно перевоспитать. Встречайте невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. У нас с тобой есть похожие увлечения. Мне тоже очень нравится женское нижнее белье. Добро пожаловать в Россию. Здравствуй, Павел. Это тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Соня. 30 лет. Программный директор федеральной радиостанции. Мечтает прыгнуть с Тарзанки, посетить Новую Зеландию, купить квартиру в Москве и выйти замуж за иностранца. Предупреждает, что никогда не закрывает двери на ключ. Признается, что уже загадала желание на Новый год. Соня дважды оказывалась одной из сторон любовного четырехугольника и каждый раз с достоинством выходила из ситуации. Надеется, что в их отношениях с Павлом не будет других действующих лиц. Соня, ну вот треугольник в отношениях понятно, а четырехугольник это когда две пары, что-то? Что-то я не понимаю. Нет. Все. А что? Ну, на самом деле, мой первый возлюбленный был женат. Там двое детей. Да, у него двое детей, и, в принципе, дети уже взрослые, но тогда они еще были маленькие. Но я тоже была. А сколько вам было лет? Двадцать. Всего-навсего. И у меня, в принципе, не было какого-то оголтелого желания развести его в тот момент. Мне было просто не очень хорошо. Ну, стыда тоже не было, да? Видимо, не... Что там двое детей маленьких, и вы... Сейчас мне очень стыдно. Сейчас я бы так уже, конечно, не поступила, потому что... Ну, слава богу. Как тебе девочка? Очень красивая, стройненькая, симпатичная, как раз брюнеточка. Так получилось, что на самом деле у него достаточно интересный брак, и его мама однажды со мной познакомилась. То есть он признался своей маме, что у него есть возлюбленная молодая девушка, которую он вот страстно полюбил, и его мама меня нашла. Я ведь вам уже постелила. Ну, как будто бы. Она очень хотела увидеть меня, какая я. Мы с ней встретились, поболтали, и она действительно очень хорошая и добрая женщина. И она стала нашей сводницей. То есть в чем ее была доброта? То, что она грязью поливала свою официальную невестку, мать своих двоих внуков, рассказывая, когда же он бросит эту кривоносую свою жену. А в чем ее была? По мне, это отвратительное, злобное существо. У нее были свои мотивы на это, как она мне объясняла. У нее и у невестки не сложились отношения, и не сложились они с самого начала. Ей запрещали видеть внуков по какой-то причине. То есть изначально все было, в принципе, неплохо, потом с годами... И вот вы стали оружием мести, вот той самой жене. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, это было, да, это было так. Когда она вас привечала, вам стелила, вас оставляла. Да, она на самом деле устраивала совершенно невероятные вещи. Она подговаривала своего сына, чтобы он приехал к ней, ну, помочь, что-то привезти, какие-то продукты. Не говоря мне ни слова, она просила приехать и меня. А жену она в это время не приглашала, чтобы еще и жена? Однажды она сделала и это. Она пригласила меня на ее день рождения. Она очень настаивала, что пора все это заканчивать, ты должна стать его женой, мне не нравится эта женщина, и я хочу, чтобы ты была с ним. Теперь вы поняли, свекрови, за что вас все так любят. Вот в жизни такие ситуации бывают, видишь? Я вооружилась огромным букетом цветов любимых и пошла к ресторану. Что-то меня остановило, буквально на пороге ресторана я встала, как вкопанная, подумала, наверное, минут 20, прежде чем зайти туда, видимо, какой-то все-таки... Молодая-молодая, но все-таки с головой ты иногда дружила. Все-таки как-то, да, видимо, что-то произошло свыше, и я развернулась, пошла в другую сторону. Просто я себе представила эту ситуацию, и в частности... Что это были игры этой взрослой тети? Это она мстила, а вы при чем, да? И еще мне было просто, на самом деле, даже неприятно, если бы я была на его месте, вот если бы так произошло. Хорошо, вы об этом не думали в 20 лет. Вы когда забеременели, он просил вас о ребенке, или как это случилось? Это уже другая история. Ага. Ага. Не от женатого? Нет, он не был женат. И чего? А чего не женился тогда на вас? Он женился. У нас появился ребенок, мы забеременели, он женился. Все было прекрасно, но четырехугольник был немножко в другом. Представь себе ситуацию. Я на шестом месяце беременность, у меня вот такое пузо. То есть я счастливая будущая мать, которая проводила на работу мужа и спокойно себе готовит ужин. Тут звонок в дверь. Звонок в дверь, звонит друг моего мужа, которого я видела 150 раз, и я совершенно ему доверяю. И он просит, Соня, пусти, пожалуйста, у меня свидание, я вот после работы прям не успею к себе домой, пусти помыться. Пожалуйста, без проблем, на тебе полотенце, показала, где ванна, все проводила, дверь закрыла, продолжаю заниматься своими делами. Через две минуты в дверь еще один звонок. Заходит еще один друг моего супруга. Тоже помыться? Нет, за инструментом. Поехали. Который они забыли там где-то там что-то. И представьте себе ситуацию. Стою я, пузо, какое-то там что-то, постиранное белье. Открывается дверь из ванны. Выходит молодой человек, он был в джинсах, ну тело было голое, голый торс, и он вытеряется полотенцем. Они друг друга видят, переглядываются, оба молча уходят, никто мне ни слова, ничего не говорит. Через полчаса мне приходит смс-ка от моего мужа, от которого я жду ребенка. Смс-ка следующего содержания. Крыса, собери мои вещи, я от тебя ухожу, видеть тебя больше не хочу. В моей ситуации, я даже представить себе не могу, что потому что я близко живу от свидания, где должен состояться у друга моего мужа, приходит ко мне помыться. Может быть, потому что вы были молодая, и в положении, видимо, я многое прощала. А чья территория-то была, ваша или его? А это была совместная съемная квартира, то есть это ничья территория, мы снимали на тот момент квартиру. Получается, чувак, он взял и просто ушел. Мужчины жестокие, я еще раз убеждаю. У вас новогоднее желание, вы хотите грудь третьего размера. А у вас какой? А что, нормальная вроде? Первый. Полтора, я не знаю, может быть, между один. Будете делать? Я думаю, что да. А мы сейчас проверим, насчет, хватит денег или нет. У нас все нормально, у нас уже пятый размер, так что уже пятый размер рулят. Есть у вас евро, допустим, или доллары, что у вас есть? Есть евро, у меня рулочка. Давайте, что у вас? Я даже не удивляюсь, что вы спросили меня это именно. Конечно, потому что я за это отвечаю. Так, я не буду вот раскладывать между вами по-быстрому. Значит, вот я сейчас стопочку так поближе к себе. Четыре купюра. Скажите, какую сверху посчитать? Третья сверху. Вот смотри, Ларис, прям при тебе смотрю. Да, на новую грудь мне хватит, да. А теперь можете идти переодеваться на сюрприз. Спасибо. Полно противоположность нашим рыжим волосам. Но рыжий волос вообще не в конкуренции, потому что там самые редкие, правильно? Конечно. К жене пришел молотой любовник, когда муж пошел за пивом. К жене пришел молотой любовник, когда муж пошел за пивом. Когда муж пошел за пивом. За пивом, за пивом, за пивом, за пивом. Когда муж пошел за пивом. Где-то что-то живое. А то сидело очень-очень грустно. А муж обоих убил топором, а после пошёл за пивом. Ца-ца, трава и лам, а после пошёл за пивом. А после пошёл за пивом. А после пошёл за пивом. Ца-ца, трава и лам, а после пошёл за пивом. Ца-ца, трава и лам, а после пошёл за пивом. Она мне уже прекрасная. Дура была по молодости, ну а кто с умом? Мне кажется, у тебя был очень хороший старт, мне очень понравилось. Так достаточно, всё легко и весело. Мне тоже понравилась. Хорошая девочка, драйвовая, такая позитивная. А тебе, Рося? Сонечка нравится. С детём, как я сказала, надо... Денежку только маленькую вытащила, да, Рося? Да, вот денежку маленькую вытащила. Да, вот это не нравится. Как бы это ни было бы показательно и в дальнейшем. Ну, знаешь, тоже неплохо. Денежка маленькая, значит, кабинца не боится. Денежка маленькая, но красивая. У него такая харизма какая-то, к нему подходит и очень волнительный мужчина. Венера в знаке Козерога. Человек верный, эмоции сдерживает, скромный. Даже сложно иногда показать эмоции и быть ласковый. Холодноватый, но при этом очень верный и однолюб. У нас есть три бонуса, вы знаете. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная традиция. Что вы выбираете? Семейную традицию, если можно. Сонечка. На самом деле, мне об этом рассказала моя мама. А ей об этом рассказала ее бабушка. То есть, я не знаю, какого цвета были трусы во времена моей бабушки, но мама мне рассказывала конкретно про красный. В общем, суть в чем. Красные трусы под Новый год нужно взять и забросить на люстру. Для чего это делается? Если вы хотите, чтобы у вас в доме появился мужчина, то трусы нужно забросить и сказать определенное заклинание. Давай. Трусы на люстру, мужчину в дом. Не получится. Давай еще раз. На бис. Трусы на люстру, мужчину в дом. Давай сюда. Третья попытка. Трусы на люстру, мужчину в дом. Все, дарите. Прямо на голову. Трусы на голову, мужчине. Я в Германии. В следующем году. Спасибо. Давай, запихон. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Меня зовут Александра. Ты мне очень понравился. Надеюсь, я произведу на тебя такое же впечатление. И у нас все будет хорошо. Очень рад. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александра. 24 года. Руководитель отдела продаж в крупной компании. Любит фильмы ужасов и спит только с включенным телевизором. Гордится уважением коллег и своими аппетитными формами. Предупреждает, что обидится, если любимый не будет баловать ее цветами. Мечтает увидеть Париж. Возлюбленная Александра был настолько ревнив, что она сама чуть было не поверила в то, что является падшей женщиной. Надеется, что Павел будет ей доверять. Ну, с такими словами я бы точно стала падшей женщиной. Спасибо. Я горжусь в центральной форме, на самом деле. Поддержать меня пришла моя подружка Ярослава. Вот, знакомое лицо. Вы у нас не были? Да. Безумно интересная девочка. Огненно-рыжая. Похожа на Милен Фармер. Подружка-то у нас была. Вы же сами рассказывали, что вы в экскурт-услуг работаете. Я не говорила, что работала в экскурт-услуг. А подрабатываю иногда в фотосейстах. Я на этой программе тоже халтурой занимаюсь. Официанткой работаю. Понимаешь? Замечательно. Как она, да, завидует, что не только она вот это вот сделала. Эта кортик давай. Это вам, девочки. Да, это красивая. Ну, вот, пока сама не встала. Красивая Ромочка всегда может красивым угостить. Я думаю, что это для вас. А почему-то под меня так стало это говорить, да? Потому что. Потому что. Ишь, вот я тоже хочу быть такая же. Знаменитая быть. А ты думаешь, что если я так говорю, я знаменитая? Да, верно. Такие девушки, они, в принципе, заложницы своей внешности. А что, вот мужчина прям был такой ревнючий, да? Ну, как оказалось, да. Истерики, скандалы. Я уезжала, допустим, я ночевала у него. Уезжала на работу. Вовремя, допустим, не успевала. Он говорил, уезжаешь на работу, отпишите мне хотя бы смс-ку, что ты приехала. Ну, а почему не писали? А потому что. Мне ягодки. Нет, потому что слишком много работы. То есть сразу же у меня большой коллектив. Роз, принеси ягодки-то, ну не наглей. Давайте я вас угощу. Хотите, я вам помогу? Я же тебе отобережу. Нет, мне тортика нет, я на диете. Мне только ягодку, дай одну. Саш, ну сейчас же другое время. Одно слово. Я ожидал. Все, ок. Вот две буквы. Ну да, я осознаю, что во мне есть такой небольшой несадок. Ну я же не пропадаю на целый день. Ну кроме этого тоже, наверное, да? Ну то есть и начинается, да. А он был бездельник? У него что было? Так много времени вам на звание? Нет, он переживал просто за меня. Нет, у него нет. Ревни очень тиран мужчинам. Мужчины тираны, они потенциальные такие гнадители. Ну это да, это все со временем проявляют. А вы бы мужчина кругом, Сашенька, я просто знаю, что наоборот, мужчины, мужчины раздражаются, когда им женщины много звонят и пишут. Ну чтобы наоборот. Ну вот с одной стороны, зачем быть навязчивой? А может быть, другом дело, Сашенька, я правильно поняла, вы 10 лет планомерно учили немецкий язык? И не смогли выучить. Может, у вас просто память, как у рыбки? Нет, на самом деле это не так. И вы просто забываете. Не нужно у меня среднее юридическое образование и высшее юридическое образование. Я не считаю себя рыбкой, глупой, просто не дано. Я не выучила немецкий язык. Ну хорошо, не выучила. А под немецкую песенку, девчонки, можете станцевать? Подождите, ну у вас. Новый год. Да, я про что. Ой, у меня же там. АПЛОДИСМЕНТЫ Что мы можем сделать? Давай с тобой как-то покак. Вот так. Что? А-а-а! А-а-а! Я не успеваю с тобой. Давай-ка сегодня покрутимся. Это... А-а-а! А-а-а-а! Нет, все прекрасно. Девчонки реально очень эффектные. А-а-а-а! Я даже не знаю, что случилось. А-а-а-а! Все. У нас такая прелесть. Можете уже ничего не говорить и рассказать. Проходите. Проходите, девчонки. Молодцы. Спасибо. Ярослава. Ярослава, девочка моя, у вас есть мужчина? Нет, я как не нашла, так вот и ищу до сих пор. Ой, так может быть, вы позволите, если не получится, допустим, с Александром, мы поделимся. Мы поделимся. Мы поделимся. А как вам, Паша? Без проблем. Настя, дуэт. Мы похожи... Мы с Сашей очень похожи. Нет, он Ярослава. Мы очень похожи с Сашей внешне, у нас просто разные волосы. Ну, а тут он хочет брюнетку, легко, можете... А у него, смотри, видишь, лежит. Парик, вы знаете, дело решает все. А дело я уже такая же, похожа на брюнетку. Тем более, брюнетка она в ране. Только ей нужно отстричь тогда свои белые волосы, обесцвеченные, да? И покрасти сомлой. И, соответственно, дождаться, пока вырастут новые. Какое желание в Новый год загадывать? Наверное, в отличие от первой невесты, которая мечтает о пятом номере груди, чтобы все рассосалось и стать пострашнее, чтобы уже такие... Слушай, мы же ревнивцы не преследовали. Ну, я в отличие от первой невесты, у меня все есть, и у меня, в принципе, как бы, то есть свое, все натуральное. Мне прибавление в себе точно не нужно. Диктально, денежно? Не знаю, хочу, наверное. А мы сейчас, Ларис, проверим насчет финансов. Ну-ка, значит, у меня тут три в купюрке осталось. Какая по счету? Э-э-э, давай тебя хлопаем. Какая по счету? Так, давай еще, третья. О! У-у-у! Круто, я счастливая, здорово! Молодец, да. Спасибо, это вклад, да? Если придется уехать, если у вас все получится, уедете в Германию? Ну, я думаю... Мы согласны, вы согласны. А вы тоже не собираетесь? Я в горничной, конечно. А вы будете горничной? Да, будете воспитывать свои дети. Саня, а вы разве легко бросите свою работу? Все-таки вы больших успехов там добились. Ну, я считаю, да, я понимаю, но для... Семья? Да, семья, наверное, важнее. Я хочу замуж. Дети. А семья для вас важнее, чем работа? Только честно. Да, честно. А для меня сюрприз важнее, чем работа? И карьера, и да, и любовь. Покажите. Все равно, мне нужно среди. Пожалуйста. Ну, а так как у нас Новый Год, Павел, пожалуйста, я приглашаю тебя ко мне сюда. Я буду Снегурочкой, ты будешь моим Дедом Морозом. И мы будем с тобой вот это тебе раздеваться. Куда раздеваться? Не надо раздеваться. Что ты, господи, угомнись. Ого-го-го! Ого-го! Ого-го! Лариса, пойдем. Ого-го! Дедушка Мороз, дедушка Мороз! Лариса! Подарим к нему. Мы к вам. Я люблю подарочки. Так как вы у нас королева нашего бала, так сказать, это вам. Ой, спасибо, какая прелесть. Какая прелесть, спасибо большое. А вторая по субординации я. Да, давайте. Я тут больше вообще сижу. Хорошо, хорошо, розочка. Мне тоже такой коронавирус. Ну смотрите, они праздник какой сделали. Классно, умнички, правда. Вообще молодцы. Так как вы у нас отвечаете за семейное благополучие. И вот, пожалуйста, копите денежки, откладывайте. Вот у вас есть что положить, покласситься, да? Положим. Папа, поклажем. Спасибо. Так, Лиза. Ну, а вот это вам. Чтобы вам было лучше смотреть на звезды и говорить точно. Спасибо, девочки. Красота невозможная. Спасибо вам большое. А сейчас пойдемте, пошли. Пойдем со мной. К невесте. Первый. Спасибо. Подарим мне подарок тоже. У меня для них тоже есть подарок. Пойдем. О, увела. Привет. О, привет. С наступающим. Привет. Я для тебя тоже. Я тебе приготовила подарочек. Спасибо большое. Как мило. У нас год козы впереди, так что я думаю, что тебе будет самое то. Спасибо большое. Я с удовольствием передам этому милому другу. Да. Я думаю, что это будет самое то. Спасибо за подарок большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующая невеста, я тебя не пушу. Я схожу к ней одна. Хорошо. А вот это все впереди у тебя сюрприз. Ну, я еще померну сейчас. Присядь. Спасибо, дорогая. Какая умница. Я думаю, тебе будет прекрасное вообще дополнение. Ну, давайте посмотрим на этот креативный сюрприз. Я вообще это по тебе, но все-таки с наступающим. Я поделюсь. Спасибо большое. Все. Спасибо. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ А это жениху? А это, конечно, жениху. Жениху! Это конфетки в форме сердечек. Чтоб у нас все было так же славко, как эти конфетки. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо. Наступающим. Спасибо, на тебя, товарищи. Так, все, прошло. Девчонки, проходите в свою комнату, вы порадовали нас. Спасибо большое. Жарко, жарко, жарко. Да, акцент. Барик, представляешь, первый не виски рога подарил козлячие, а второй длинный нос. Молодец. Правильно сделал. Я ничего с собой не могу поделать. Я люблю таких девчонок. Ничего с собой не могу поделать. Ну, не нравятся мне скромные мышки в серых пиджачках, волосики за ушки. Я их боюсь. Вот таких, как Александра Ярослава, я не боюсь. Они для меня понятные. Ну, плюс-минус, они могут там, ну, что они там могут такого натворить? А вам, как, Лен, вы что-то как-то напряглись, и глазки ваши стали злыми? Да нет, мне просто показалось, что сегодняшний имидж Александра немножко это не ее. Вот. Мне кажется, она хороший, добрый человечек, искренний, но как-то не хватило мне в ней внутренней уверенности в себе. А вам что показалось? Нет, симпатичная, хорошая девчонка. Ярослава тоже классная, я теперь не знаю. А они придут подружками, приедут вдвоем. Но поскольку у вас уже был опыт переспать на зло с любимой подружкой своей барышни, не делайте этого в следующих отношениях. Хорошо. Не лишите сразу и любимого человека, и любимой подруги. Хорошо, спасибо. Роза. Вот я могу точно сказать, ну, девчонки виноваты, и что вот, как бы, нападать? Это я сама с собой, мысли вслух. А какие учителя рядом были? Вот были такие, вот так девчонки. Поэтому к чему говорю? Она не просто гибкая, да, она как глина. Вот как лепить будете? Кстати, для мужчин это самый лучший вариант жены. Лепите под себя. Все про нас хорошо, говорят. Видишь, мы такие красивые, пятый размер рулит. Правильно? Дай пять. Да, класс. Лепить, конечно, из Александра ничего не получится. Она человек очень уверенный в себе, кстати, очень амбициозный. Мужчина должен ее добиваться, быть щедрым. И вообще, главный образ вообще, когда для нее мужчина, это мужчина, это тот, который умеет зарабатывать деньги, это у которого хорошая, стабильная зарплата, и который, конечно, не скуп, а щедр. У нас осталось два бонуса. Да. Скелет в шкафу и свидание наедине. Свидание наедине, наверное. Ну, я не сомневалась, нисколько проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот странно, все-таки мужчины, они осознают, или они вот, особенно когда, у нас сейчас же сговор идет, да, то есть вот понятно, пришел типаж, понятно, какой типаж, все, больше ни о чем не думает, и вообще забывает, что жена оценивается по другим параметрам. Смотри, вот вы согласны ли ты переехать действительно в Германию, потому что это очень сложно, очень важный такой серьезный шаг в твоей жизни, я думаю, потому что это языковой барьер, например, и опять-таки же традиции, все это совсем отличается от русских или российских? Ну, традиции у меня, мама 18 лет выходила замуж в Германию, так что с традициями я, так сказать, ознакомлена, правда, прожили недолго, но я думаю, что это не проблема, мой языковой барьер тоже не проблема, мы с тобой, сможем его преодолеть вместе, если ты мне в этом поможешь. Буду рад, конечно. Вот с такими, как Саша Ярослава, я бы пошла в разведку, поделиться, хомячить под одеялом не будут, свои девчонки такие. Я люблю этот тип, жалко, конечно, их из страны, но там уж порядок наведут у них, наконец-то, в Европе. Послы мира. Во всяком случае, их там примут. Не засиделся открытыми объятиями. Ну, может быть, он залежался уже там. Вызывай его. Сейчас скажу. Павел, ваше время и стекло. Что-то грустное, грустное что-то пришел. Нет, почему, задумался. Задумался о чем? Нужно ли вам вот такое золотое в Германии? Нет, ну, вообще, просто интересно, девушки хорошо пообщались, так что... Да? Но у нас еще есть одна невеста. Я буду рад ее... Проходите. Привет, Павел, меня зовут Наталья. Ты безумно симпатичный и интересный. Надеюсь, я тебе тоже понравлюсь. У нас с тобой все сложится. Я надеюсь тоже. Это тебе. Спасибо большое. Спасибо. Наталья, 30 лет. Помощник руководителя в автосервисе. Гордится тем, что самостоятельно обеспечивает свою семью. Мечтает стать экспертом в йоге и купить дом на берегу моря. Предупреждает, что возлюбленный должен 4 раза в неделю делать ей массаж. Признается, что днем голодает, а ночью ест сладости. Наталья не стала падать духом после того, как женатый любовник бросил ее с грудным ребенком на руках, а просто разработала план мести. Надеется на то, что Павел будет вести себя хорошо. Ой, здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Что-то такое опять принесли вы? Я приготовила кексики. Сама? Сама приготовила. У меня маленький ребенок, я с ним часто готовлю. А ребенка сколько? Три годика будет в январе. Какая вы молодец. Ой, сегодня опять работаю. Может, Лиду погоняет, как самую молодую? Давайте, да, давайте. Да, правда. Дима, пускай лидок. Маша, жених, афинь. Ну, ей бы ступу, да, еще метлу и полетела. И гених такой отталкиваться. Что ты наготаю? О, давайте посмотрим. То, что в серединке не съедал. А это не жевать. Это Бутакурская. Спасибо. Ну, так расскажите, откуда появился женатый мужчина вдруг? Я работала, познакомилась с молодым человеком. Красивым, интересным. Потом он начал за мной ухаживать. Где-то полгода он за мной ухаживал. Предложил перейти к нему в компанию. Знали, что женат? Сначала я не знала. Мы все время практически проводили вместе. Прошло время, он начал задумываться о малыше. При этом там не развелся. Не развелся. Да, и говорит, роди мне. И говорит, роди мне. Наташ, ну вы же взрослая девочка, вы же понимаете, что поэтапно совершенно все по-другому. Не сначала роди, потом разведусь. Сначала разводится, потом женится, потом ребенок. Ну как, ну нужно быть такой наивной. Была наивной, была слепа очень сильно. А сколько вам лет было, когда вы понимаете? На тот момент 24 года мне было. Мне кажется, она ему не подходит. Нет, она, знаешь, она несмотря на всю свою внешнюю раскрепощенность, мне кажется, она очень даже глубокий человек. И что, вы закусили у дела, решили? Изначально он приезжал, и все было хорошо и замечательно. Он виделся с малышом, играл с ним. Деньги давал? На начальном этапе давал. Вот когда у вас созрел план мести? Когда вы поняли, что все это временно, он скоро исчезнет? Как раз. Когда малышу исполнилось 3 месяца. Молодой человек мне говорит, выходи на работу. К нему же. Я же работала в его компании. Я говорю, а кто будет сидеть с малышом? Нужно, говорю, его или пристроить, или... Ну в сад, в сад еще рано. Я говорю, когда устрою малыша в садик, тогда я согласна выйти на работу. Он говорит, ну тогда я прекращаю все материальные поощрения. И если тебе нужны будут деньги, то ты выйдешь на работу. Ты найдешь способ, с кем оставить малыша. План мести какой был? Рассказать его жене? Ну да. В планах у меня рассказать его жене. И ее родственникам. Потому что он очень боялся, что все близкие об этом и знают. У нее очень влиятельные родственники в нашем городе. Но вы ему еще и по другому мстили. Вы звонили заказчикам. Да. И говорили, чтобы они сотрудничали с другими фирмами. Я хотела как-то отомстить, самовыразиться. А не могла ничего придумать. Так как клиентская база всех потенциальных заказчиков была у меня. А он с ними практически не имел никаких... Денег много потерял? Потерял он много, да. Я взваливала. Посмотри, Лариса, какая. Вот женская месть, да, вот мужская. Он переспал с подругой. А это на бабки поставила. И еще месть... Держит его в страхе, что узнает жена. Так узнает теперь. А как думаете, жена не догадывается о том, что у него какая-то параллель? Возможно и догадывается, но я как бы об этом не думала. А как вы считаете, что произошло, если так мужчина вас уговаривал родить ребенка? Что с вашей стороны, какой был косяк? Ну, что ж такое, улыбайся, относись с улыбкой ко всему произошедшему с тобой. Иди дальше с улыбкой по жизни. Что было с вашей стороны не так? Что вы наделали такого плохого? Ничего плохого я не делала. Я, в принципе, была верной. Он вообще никогда не думал и не усомневался во мне. Просто это единственное... Послушайте, да верность из-за измен разводится процента два из ста. Может быть, занудили. Может быть... А может быть, вот он ухандакали его по четыре раза в неделю массажами? Это что за заблажь такая? Ну, это моя слабость. Почему вам муж должен четыре раза в неделю массаж делать? Моя слабость, хотя бы четыре. К массажу? Ну, или поглаживаний. К массажисту не пробовали ходить? Ага, пробовал, конечно. Когда мужчины нет рядом, куда-то нужно... А вы массажера или массажер купите, или к массажеру пищите? Это совсем другое массажер. А вы не едите? Это экономия такая? Просто сейчас денег нет у вас? Вы совсем не едите, говорите. Нет, днем не ест, а вечером ест кортики. Днем я стараюсь не кушать за неимением времени. Экономите, что ли? Ну, нет, почему же я экономлю? А вот днем могу себя в руках держать, а когда вечером делаю ребеночку коктейль какой-нибудь, и в это время сама... А, вы хотите сбросить вес, да? Ну да, я всегда борюсь с лишним килограммом. Спасибо. А я вот борюсь с соблазном посмотреть, не посмотреть на сюрприз. Все-таки хочу посмотреть. Проходите. Ларис, прежде чем она уйдет, скажите, осталось две купюры. Какая? Вторая. Так. Десять евро. Иди на сюрприз. Пройдем к себе, пожалуйста. Да, я тебя приглашу. Передай ей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы 50. Мы круче все. По немецкой традиции, жених и невеста должны распилить вместе бревно. Знак взаимопомощи в будущем. Я хочу, чтобы ты мне в этом помог. С удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, друзья мои, в комнату проходите с сестрой. Елена, что вы скажете? Очень милая, домашняя девочка. Я думаю, она бы понравилась бы его маме, но не ему. Не бывает так, что мужчина на коленях умолял ради-ради-ради. Она рожает, и он вдруг... Ну, она не раскололась, видишь, не рассказала, что случилось. Абсолютно, да. Она причиной, в принципе, не назвала причину. Это все было так поверхностно, знаете. Просто ты скромна, потому что ты на камеру работаешь. Все время говорила про себя. Эгоистка, ну... Наташенька, про четыре массажа своих. Ладно бы сказала, ой, Роза Раифовна, ну что вы, это я так, это... Массаж люблю, но сама мужу массаж буду делать. Ничего, все под себя. Скажи, а почему, если вот отсутствие, я не соглашусь с тобой. А если женщина любит массаж и хочет, чтобы ей массаж... Четыре раза в неделю? Да, может быть, четыре раза на дню. И что здесь такое? Но только не со словом «надо». Он должен мне делать четыре раза в неделю массаж. Люблю, говоришь. Все правильно, Лариса говорит. Я хочу получать от жизни удовольствие. Каждый человек получает от жизни удовольствие. Если ему захочет массаж, ты ему дашь этот массаж и сделаешь. У вас остался еще один бонус. Скелет в шкафу. Будем смотреть? Конечно. Какой любопытный. Что может быть еще страшнее, чем то, что мы услышали? О-о-о-о! Тоже трусы. Тоже трусы. Что это с девушками? Не знаю, поясните, пожалуйста, Наталья. В нашей программе сегодня фигурируют трусы. Так вот, что я хочу сказать. Я их вообще не ношу. О-па-ньки! Значит, вам ребеночка надуло. Возможно. И что, и зимой прямо не носите? Ну, и зимой не ношу. А кормильцу беречь надо? Такая я. Ну, даже не знаю. Непредсказуемая. Вот такая я. Проходите. Проходите, оригинальная. Свою комнату. Спасибо. Леночка, кого бы вы хотели видеть рядом с братом? Только Сонечку. Она мне сразу понравилась с первого взгляда. Прям вот с ней хочется пообщаться, с ней хочется... Ну, не знаю, дружить, куда-то сходить. Не знаю, мне Сонечка нравится. Баба, что скажете, Павел? Не знаю. Они вот... Все абсолютно девушки все прекрасные. Серьезно. А что, не торкнул, что ли? Ну, что-то не торкнуло, извините. А где не торкнул-то? Послушайте, ну, надо сначала пообщаться. Нет общения. Я буду со всеми тремя поддерживать. И... А потом... Сейчас прям он поддерживать будет. Ага. Я расстроилась, Павел. Девчонки! Девчонки были такие яркие. Уж Соня первая, Александра вторая затмила. И Наталья. Но это как-то вы себя переоцениваете. А я, девочки, очень рада, что Павел не выбрал никого. Потому что я бы Павла никому не посоветовала. Правильно. Потому что все-таки морально он себя ограничивать не станет, хоть вы и говорите, что вы уже повзрослели и хотите чего-то серьезного. Все равно не будете вы обращать внимание на желание, эмоции, потребности вашей второй половины, потому что вы человек немножко равнодушный. Поэтому мы наших прекрасных невест оставляем у себя в России. В России живут хорошие мужчины, но... За границей живут мужчины с другим менталитетом. Не знаю. И европейцы, они любят жить на всю катушку. Американцы... Примешь это в другой менталитет? Я думаю, что вы поменяли свое решение. В этой комнате первая невеста, вторая и третья. И комната, где вас никто не ждет. Вас завтра никто под венец не толкает, и вы никому ничего не обязаны. Но знаете, не присмотревшись, не увидите. Я с вами согласен. Проходите, в любом случае, мы вас поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Фурсова Сержанова, мне 25 лет. Я работаю в инвестиционной компании «Манеджером проекта». Увлекаюсь моделированием, флористикой, моделированием одежды. Горжусь своими успехами в работе. Хочу очень познакомиться с мужчиной, который был бы мудрый, умный, заботливый, седрый. И любил меня. Хочу создать семью. Мы не знаем, выйдет Павел один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Приветик. Привет. 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 Давай пообщаемся, я думаю, у нас все получится. Да, я тоже. У нас есть пара Павел и Соня. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. До свидания. Трусы на люстру мужа в дом. Ес. Выйти замуж за миллионера очень легко. Сложнее за миллиардера. Меня сейчас возмущает издевательство. Мужчина надо мной. Сверни в трубочку свои деньги. И просто их вот по адресу, понимаешь? И правда входит такая девушка. Сердце подсказало мне, что это судьба. Недвижимость ее бывшего на 150-200 миллионов. Эти две девушки способны перекусить вам хребет, чего я вам и желаю от всякого сердца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!